МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа выходит при поддержке интернет-оператора Стриж. АОКБ «Искра». Подъём! Папа? В школу пора. АОКБ «Искра». АОКБ «Искра». Стриж. Доступный интернет на широких просторах. Добрый вечер. В эфире программа «Саратов сегодня» в студии Анна Макарова. И вот о чём расскажем сейчас. Попал под завалом. При обрушении стены здания заброшенного элеватора в Саратове погиб молодой человек. Как он оказался на месте ЧП, выясняет полиция. Автомобили рассказывают о должниках. Судебные приставы вышли в рейд по автостоянкам. Как ищут и наказывают должников. Дворнадзор. В объектив видеокамеры съёмочной группы «Саратов-24» попали разбитые дворы домов на Слонова и Рабочей. Демонтаж стены обернулся трагедией. В минувшие выходные в центре Саратова произошло ЧП. Во время разбора здания старого элеватора обрушилась одна из стен. Под завалом оказался молодой человек, работавший на территории. На место происшествия прибыли сотрудники областной службы спасения, врачи центра медицины катастроф, полиция и следователи. По словам специалистов облспаса, ЧП произошло на верхних этажах старого здания. С помощью пожарной лестницы и альпинистского оборудования спасатели получили доступ к телу погибшего. Перебывшие на место сотрудники областной службы спасения произвели оцепление места для недопущения проникновения на территорию посторонних лиц. Поднявшись на козырёк, где произошла трагедия, произвели частичный разбор, освободили. После констатировали врач, в спасении констатировал смерть. На данный момент работает следственная бригада, которая установит все детали происходящего. Следователи уже установили личность погибшего. Им оказался 22-летний студент СГУ из Туркменистана. При себе у молодого человека был студенческий билет, выданный в ВУЗе в 2015 году. Как он оказался на объекте и кому именно принадлежит территория, сейчас выясняют правоохранительные органы. А прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Полина Попенец. Она расскажет о других происшествиях, случившихся на территории региона за минувшие выходные. Полина, приветствую. Тебе слово. Здравствуй, Анна. Начну с аварии, в которой пострадал несовершеннолетний ребенок. ДТП произошло в заводском районе Саратова. По предварительной информации, на Кумысной поляне, недалеко от одного из санаториев, 33-летняя автоледи за рулем автомобиля «Лада Приора» не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась. На момент аварии вместе с водителем в салоне находился мужчина и подросток. В результате ДТП женщину и 12-летнего пассажира легковушки госпитализировали в больницу. Мужчину после осмотра врачей отпустили домой. Накануне ночью в Волжском районе Саратова пьяный водитель устроил массовое ДТП. По словам очевидцев, на улице Лермонтова саратовец, находясь за рулем «Лады Приоры», протаранил припаркованную Ниву, которая, в свою очередь, врезалась в стоявший перед ней Hyundai. Медицинское свидетельствование показало, что виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Приор» забрали на штрафстоянку, а в отношении водителя составили протокол. Крупная авария произошла в центре Саратова. На улице Большая Садовая водитель ВАЗ-2108 ехал на большой скорости и не справился с управлением. Из-за чего автомобиль перелетел через бордюрный камень, пробил ограждение и влетел на территорию 4-й пожарной части. Он чудом не зацепил припаркованную там новую машину, которую совсем недавно получили огнеборцы. В легковушке оказались два молодых человека, от которых, по словам очевидцев, сильно пахло алкоголем. Врачи скорой помощи осмотрели их, но от госпитализации они отказались. И о пожарах. Накануне ночью в поселке Поливановка на улице Стадиона загорелся частный двухэтажный дом. Из-за быстрого распространения огонь охватило соседнее здание. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате ЧП один из домов уничтожен полностью, второй пожарным удалось отстоять. По словам владельца дома, это уже второй пожар. Медицинская помощь понадобилась двум местным жителям. Причины происшествия выясняются. Всего за минувшие выходные в Саратовской области ликвидировали 12 возгораний, 5 из них на территории областного центра. А мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, тебе слово. Спасибо, Полина. А я напомню, наша съемочная группа находится в центре управления. В кризисных ситуациях МЧС Саратовской области это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие выходные. Холодно или жарко? Жители Маркса никак не могут найти решение проблем, которые появились у них с желанием установить в своих домах индивидуальное отопление. Наши журналисты уже не раз рассказывали об этой проблеме. Однако обращения от недовольных жильцов продолжают поступать. Одним, как они сами уверяют, вставляют палки в колеса местной власти, другим мешает финансовая обязанность, третьим – закон и соседи. Почему инициатива обогреть свои дома становится в итоге наказуемой, попытался выяснить Денис Титаренко. Вот без проблем включаю воду и тут горячая вода. Удовства полнейшие. Личный подогрев воды и собственной квартиры для жительницы Маркса Галины Иленевой стоило розжига настоящего противостояния с местной администрацией. Устав от постоянного холода и простуд, Галина установила в своей квартире индивидуальное отопление. Этому предшествовал сбор огромного количества бумаг и разрешений. Женщина их все получила и даже отрезалась от центрального отопления, но район администрация как будто этого не замечает. Точно такая же ссылка, что нет разрешения органа местного самоуправления. И присылает мне предупреждение за услуги, которыми я не пользуюсь. Продолжает начислять за услуги, которыми я не пользуюсь. И у меня сейчас долг составляет 30 865 рублей, которые я считаю незаконно. Таких, как Галина, в Марксе несколько десятков. Люди вкладывают приличные деньги – около 100 тысяч – на переоборудование квартир в надежде согреться зимой в собственном жилище. Но по факту остаются с дорогостоящим оборудованием и без какого-либо отопления. Вот эта половина квартиры отапливалась очень плохо. Более-менее, как бы, вот здесь, я хотел бы сказать, вот эта вторая половина квартиры здесь, ну, режим температурный был более еще менее. Так как у нас, ну, в семье, у меня внучка маленькая и ребенок маленький, семье было принято решение о том, чтобы перейти на индивидуальное отопление. Валерий – один из тех, кто не смог смотреть, как его близкие мерзнут в панельной квартире. Пришлось даже взять кредит, чтобы проложить трубы и поставить котел. Но официального разрешения от администрации так и не получено. А времени ушло уже два с половиной года, три, на все это дело. Поэтому кредит еще у меня до сих пор оформлен, и я его еще оплачиваю. Ну, а по факту получается, что то, что пользоваться этим, я еще пока не имею права. Больше всего местных жителей поражает тот факт, что получить согласование от района администрации можно только в судебном порядке. В одном подъезде с людьми, которые не могут подключиться, живут те, кто добился этого права только через служителей Фемиды. Мы тоже не с первого раза, у нас суд состоялся, мы на суде были три раза. Но в конечном итоге, когда провели уже экспертизу в Саратове, уже не здесь экспертиза в Саратове, после этого нам подписали. До этого никак не подписали. Только после экспертизы в самом Саратове. Уделите нам время, пожалуйста. Хорошо. Даже не смотрите, не разговаривайте. Получить внятных объяснений от чиновников жители Маркса не могут уже несколько лет. Поэтому и приходится строить собственные предположения. А потому что это им не выгодно. Администрация является соучредителем теплоснабжающей организации. Им не выгодно это. И они боятся снижения доходной базы. Вот ответ на все вопросы. Получить точный ответ из администрации местные жители должны уже на этой неделе. Первый заместитель главы района, который до этого выбегал при их виде из кабинета, даже назначил время встречи. Однако будет ли решение на стороне тех, кто решил позаботиться о себе и своих близких самостоятельно, не дожидаясь эффективной работы чиновников, пока неизвестно. Денис Титаренко, Роман Шельдяев, Саратов-24. Дежурный репортер едет к вам. В рамках проекта «Область наша» телеканал Саратов-24 отправил в Петровск своих сотрудников. Наши специалисты весь день принимали заявки от жителей районного центра. Шатер телеканала был развернут в самом оживленном месте Петровска, где жители смогли оставить заявки для новостной редакции. Все обращения будут обработаны в отделе информационной службы. Вопросы зрителей не останутся без ответа журналистов. А наиболее острые проблемы, волнующие жители Петровска, попадут через объектив наших телекамер в прямой эфир. А если вам нужна помощь нашего телеканала, звоните по телефону 705-755. Съемочная группа рубрики «Дежурный репортер» приедет на вызов. Большой ремонт ждет саратовские дворы. Им следить за качеством, а также контролировать, чтобы работы стартовали как можно скорее, будут и журналисты. Наш телеканал продолжает реализацию проекта «Дворнадзор». И сегодня наша съемочная группа отправилась во дворы домов по улицам Слонова и Рабочая. Прокатиться на гироскутере может не каждый и по ровной той площадке. Во дворе дома номер 70 по улице Слонова транспортное чудо обретает качество внедорожника. На высокотехнологичном средстве передвижения детям приходится ездить буквально по бездорожью. Дому нашему 48 лет. И за 48 лет она не ремонтировалась ни разу. Разбита в пух и прах, скажем так. Нет ни отмостки, ни тротуаров. Единственную убитую дорогу жителям приходится делить с автомобилями. Хорошо еще, говорят жители, погода летняя. Сезона дожди здесь ждут буквально как конца света. Вообще ужас. Не пройти, не проехать. Идешь вся грязная, и машины брызгают тебя. Ужас. Плохо очень. Делить с машинами приходится не только дорогу. Детскую площадку установили рабочие накануне во дворе дома. На месте бывшей парковки. Однако, по словам жильцов, до сих пор автомобилистов тянет на пригретое место. Игровая зона, говорят они, никак не огорожена. Непонятно, где площадка начинается, где заканчивается. Насыпали песка. Очень много. Но он весь растаскивается. Дети очень быстро его растащат по двору. И, естественно, от него ничего не останется. Останется вот эта пыль под ногами, на которой мы сейчас с вами стоим. Поставили для детей вот эту вот маленькую игрушку, петуха. Поставили как раз туда, где подъезжает машина. Вот подъехала машина, и маленький ребенок здесь может в любой момент попасть под машину. На детской площадке во дворе дома номер 78, по той же улице Слонова, только ее и обсуждают. Говорят, аттракционов много, установлено в правильном месте. Не сказалось ни на автомобилистах, ни на детях. Только вот на качестве, говорят жильцы, рабочие, видимо, решили сэкономить. Сделано все не по ГОСТу, как нам обещали это все. Вот могу показать. Все спиливали, строители сидели здесь полдня. Вечером до полперого ночи работали. Оба эти адреса и их дворы вошли в программу большого ремонта. Вместе с ними до наступления холодов обещают отремонтировать еще около ста придомовых территорий. За качеством работ поручено следить лично губернатору и главе городской администрации. Уже почти месяц за состоянием дворов следит и наш телеканал «Саратов-24». Мы проверим, как будут вестись работы и как исправляться все выявленные недоработки. Полина Попенец, Станислав Жижин, Мария Тимошенкова, Роман Пронин, «Саратов-24». Программа, в рамках которой будут приведены в порядок придомовые территории, рассчитана на три года. Работы будут вестись до тех пор, пока не будет отремонтирован каждый двор. «Саратов-24» будет следить за качеством проводимого ремонта и чтобы выделенные деньги потратились исключительно на нужды дворов. И уже выявлены первые нестыковки. Наши журналисты совместно с общественниками выехали по адресам, где уже начались работы и обнаружили такие нарушения, которые уже должны были заинтересовать ответственных чиновников. Подробнее об этом поговорим сегодня в программе «Прямая речь» сразу после выпуска новостей. Гости студии – руководители проекта «Дорожный контроль» Вадим Рогожин и Николай Гурин. Найти должника по машине. Судебные приставы провели рейд по парковкам Саратова. Там они искали тех, кто не платит штрафы и налоги. Всю долговую историю неплательщиков проверяющие узнавали по госномерам автомобилей. Как приставы распознают нечистых перед законом водителей, видела и Лада Тагеева. Кто-то приехал за шашлыком на выходные, кто-то готовит ребенка к школе. На большой парковке по работе оказались только судебные приставы. К сожалению, граждане неохотно являются в органы ФССП, чтобы узнать о своей имеющейся задолженности. Поэтому было принято решение проводить рейдовые мероприятия непосредственно на парковках больших торговых центров и гипермаркетов, где мы будем уведомлять гражданам в имеющейся задолженность. Есть долг у водителей или нет, невооруженным глазом приставом разглядеть невозможно. В этом случае выявить должника помогает специальное приложение на мобильном телефоне. Вводим номер транспортного средства и проверяем по базе АИС ФССП. Автомобиль сам выдает своего хозяина. Определяется он по номеру машины. Этой программы нет в свободном доступе. Приложение для служебного пользования, так как работает с персональными данными. Пристав-исполнитель имеет право с ними работать и получать информацию о всех долгах. Штраф 500 рублей, красноармейский рост. Это долг за превышение скорости, о котором собственник автомобиля может и не знать. Письмо-протокол могло затеряться. Таких долгов в ходе рейда десятки. Их владельцы отделаются повесткой оплатой штрафа и исполнительского сбора в размере 1000 рублей. Но, как говорится, водится на парковке рыбка и покрупнее. У гражданина выявлена задолженность по налоговым платежам и иным сборам. На сумму 23 294 рублей. В этом случае одной повесткой и квитанцией на штраф не обойтись. Придется на месте расстаться с каким-либо имуществом в счет долга. Накладываем арест на мобильный телефон должника в качестве обеспечительных мер. Вместе с приставами в этом рейде как раз работают сотрудники налоговой службы. Ведь в большинстве случаев именно неуплаченные налоги – причина больших долгов. Функция сотрудника в рейде не карательная, а по большому счету воспитательная. Водителям специалисты раздают вот такие памятки налогоплательщика. Наоборот, сроки уплаты и чтобы не доводить до взыскания пристава. Доводят до сведения не только обязанности, но и права. В текущем году они изменились. Теперь сроки уплаты налога сдвинулись на месяц. Теперь единый срок уплаты будет 1 декабря 2016 года. Необходимо будет до 1 декабря платить налоги. Налоговедомления сейчас начинается рассылкой их, заказной корреспонденцией. Граждане, которые подключены к личному кабинету налогоплательщика, могут не получать данные уведомления на бумаге. А также оплатить налоговые сборы. Можно не выходя из дома. Через личный кабинет на сайте налоговой службы. По словам специалистов, это сократит сроки обработки платежа. И тогда с парковки гипермаркета можно будет уехать с хорошим настроением. Эллада Тагеева, Станислав Жижин, Максим Пустовалов. Саратов, 24. Писали картины и искали вдохновения. Масштабный фестиваль творчества «Хвалынские тюды» Петрова-Водкина состоялся в Саратовской области. На родине великого живописца художники с разных регионов страны собираются на пленеры уже более 30 лет. Фестиваль этого года проходил неделю. В нем приняли участие свыше 5000 человек. Творческим людям уделили большое внимание. Да и простых жителей было чем удивить. В рамках фестиваля они посещали выставки, мастер-классы. Подробнее расскажет Екатерина Заграничная. Творят на родине известного художника Кузьмы Петрова-Водкина. Вдохновленные пейзажами, как когда-то и он сам, вдыхают запах чабреца и полыни. Ощущение всего этого отражается на холстах, в красках и фактурах. Хвалынск художники называют островком уходящей России. И своими работами стараются остановить время. Очень замечательно. Хочется постоянно писать и писать. Очень много красивых мотивов. Уже полюбившиеся художникам хвалынские пленеры в этом году проходят в совершенно ином формате. Теперь это масштабный фестиваль творчества. Инициатором его проведения стал наш земляк Вячеслав Володин. Предложил объединить творческих людей со всей страны, которые уже были в Хвалынске и полюбили его, и которые только мечтали сюда попасть. Конечно, это не просто так. Это было сложно сделать. И позиция Вячеслава Викторовича Володина и партии «Единая Россия», которая помогла в создании уже нового этапа или развитию этого фестиваля. И я думаю, что это будет продолжаться и дальше. Еще один повод для вдохновения. В Саратове планируется открытие Центра современного искусства. Эту новость художникам сообщают гости из столицы. Площадка будет открыта для творческих организаций художников областного центра, в том числе и для детей. А создать ее планируют на базе складов Рейники. Есть такое пространство чудеснейшее, есть заинтересованность страны. Мы, естественно, доложили об этом Вячеслав Викторовичу, спросили, как его мнение. Он сказал, ну, конечно, езжайте, разговаривайте с саратовскими властями, рисуйте проект и посмотрим, что можно поддержать. Вот, собственно говоря, мы сейчас здесь с этим и находимся. Тут же родилась идея дать саратовскому филиалу Центра современного искусства имя Кузьмы Петрова-Водкина. Впрочем, его творчеством и творчеством современным в Хвалынске пропитано все. Улицы, скверы, площади. На несколько дней они превратились в открытую галерею, а сам фестиваль собрал более пяти тысяч участников. Люди, которые съехали сегодня из разных районов, из других регионов, чтобы увидеть настоящее искусство, вдохнуть целебный воздух Хвалынска, порадоваться за область, которой в этом году 80 лет. Написание этюдов, участие в круглых столах, обмен опытом, встреча с известными людьми – это лишь часть программы фестиваля. Организаторам удалось заинтересовать не только художников, но и простых жителей, которые смогли поучаствовать в творческом флешмобе, воспроизвести копию знаменитой картины Петрова Водкина «Купание красного коня». Огромное полотно стало декорацией на месте открытия памятника художнику. А старт церемонии дали велосипедисты символичным пробегом. Только великий русский художник смог почти сто лет назад поехать на велосипеде в столь смелое путешествие. Дорогие друзья, на ваших глазах состоялась торжественная церемония открытия памятника русскому художнику, писателю и земляку Кузьме Сергеевичу Петрову Водкину. Конечно, это грандиозное и уникальное событие даже в рамках нашей страны. Хочу сказать, что такого события, мне кажется, и Саратовская область ждала давно. И вот сейчас, благодаря Володину Вячеславу Викторовичу, инициатору и духовному доставителю этого великолепного праздника, это мероприятие состоялось. Насколько ждали этого события, здесь говорят все – местные жители и гости из других городов. Участникам на память о фестивале дипломы и благодарственные письма. Абсолютно для всех концертная программа от известных артистов и музыкантов. Ну и, конечно, масса впечатлений. И выставка нам понравилась, и концерты, конечно, замечательно. Всё красиво организовали, прекрасно. Шикарно, очень. Всё весело, спасибо огромное. Всё очень здорово. Картины понравились, открытие памятника и вообще сам фестиваль, вообще бесподобно. Екатерина Заграничная, Оксана Лючева, Алексей Бредихин, Саратов, 24. На протяжении двух дней основной фестивальной программы на главной площади Хвалынска была организована выставка-аукцион работ художников. Средства, полученные от продажи картин, пошли на благотворительность. А сами полотна были переданы в фонд фестиваля. Из них составят экспозицию, которую планируется представить во всех районах губернии. А затем картины передадут в дар детским школам искусств и дворцам культуры Саратовской области. Внимание телезрителей и телеканал «Саратов-24» у крупных операторов, таких как Билайн, Домру, ТТК и МТС, теперь доступен на 21-й кнопке. У меня на этом всё. Прямо сейчас эфир продолжит программа «Прямая речь». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова